парк голубые купола в этот раз зимняя редакция бургеры продают значит здесь не так уж одиноко как может показаться вам на видео даже кафе регистан работает арт-кафе кстати зелени стало поменьше поэтому можно более подробно рассмотреть эту кафешечку а я как это ни странно снова двигаюсь в капитал банк почему потому что лимиты на беспроцентный съем налички 5 миллионов сумм потому что чтобы снять чуть больше сколько нужно приходится ездить по несколько раз то есть конечно не хотите кормить банкоматы сколько там кстати процентов 0 1 или 1 надо бы стать уточнить что если 0 1 то может быть все-таки выгодней делать это в банкоматах ну раз оказался здесь то пойду схожу в банк в парке ожидаемо снежную погоду никого нет все магазинчики на той стороне парка практически пустуют видны только продавцы ну вот наверное осень в декабре пришла в ташкент уже совсем совсем мало зеленых деревьев за исключением туй елок но зеленая травка есть от вороны доедают какие-то ништяки которые им дала природа вот так выглядит зеленая трава под белым снегом теннисные столики убрали вот под такой пластиковый чехольчик чтобы не намокли видимо они из двп дсп каких-то короче досок зато впереди классное здание видимо еще сталин к высокие окна четыре этажа первый этаж под всякие заведения сделано в общем все по уму по крайней мере для того времени сделано музыкант скучает так а я поверну вот здесь ну что вход в подземелье как раз где-то в тех краях находится вот издалека видно он то шикарное здание с часами которые между прочим показывают верное время вот здесь ступенечки уже либо почистили либо они подрастая ли теперь главное в этом перекрестке не заблудиться но принципе если с географии немножечко есть дружба то можно понять что идти наверное ага вот здесь вот пути как говорится дорога раздвояется ну давайте попробуем налево до нас встречает знакомое дерево прямо на выходе фильтрующие входящих и выходящих на правые левые потоки отчаянный дяденька пошел на узкую лестницу а мы с вами в этот раз пойдем обходные путями потому что здесь моя нога еще не до конца ступала пока полюбоваться театром или шаранова и здесь кстати тоже собирают листву зачем то наверное потому что здесь такой прям типа ровный идеальный газон а вот тут листву я бы не собирал это естественный вид перегноя который позволяет в том дальнейшем деревьев и траве расти лучше и лучше тут сталинку с шикарными колоннами узбекском стиле переделали под эмпорио армане вот какой-то магазин декора flowers plants home decor блин оформлена классно попробовать перейти здесь дорогу людей на машинах небольшой коллапс вот так вот оформлен магазин с декором тут тебе и светодиодные панельки и различные салфетки висящие как снежинки от кусты еще не успели пожелтеть вообще велик шанс что они не успеют сделать к следующему году федерация федерации торговых союзов узбекистана здание такое сверху видно что старенькая но с ним нижний этаж немножечко под причесали такие все достижения этого чудесного здания здесь показаны вот огни ташкент на огни всего бывают мы увидели огни ташкент такой велосипед с корзиночкой возможных доставка суши роллы в ларьке на разновес или поштучно короче суши роль на и вот готовятся к новому году кафе на площади флорья вообще такое достаточно милое оформление тут понатыканы прям столбики чтобы вообще не с какой стран нельзя было припарковаться ханума не по щучьему велению это кстати академический русский грамотеатр узбекистана вот так вот совсем не академическим оформлением но конечно интересно что он тут вообще есть скоро торговый бизнес-центр будет построен зима идет но торговлю прекращается он здесь различная сувенир очка studio 026 что здесь тоже как сувенирка он тут такие выступы огромными кустарниками которые тоже не успели пожелтеть уже подбираемся к арбату к местному арбату или бродвея ну короче прогулочная улица кусты не во всех вот таких выемках где-то ездила нет где-то рекламные это не там пиларс и называется ступеньки надо быть внимательным ничего не прибрано красный свет прохода нет как это про обед-то собралась прям пробка пробка все решили что раз пробка то можно взять пройтись но будем как все не отбиваться от местных мясо 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 больше мяса фургончик мы видели на этом на экспо автоэкспо вот тут шляпочный магазин с такой пафосной рекламы на входе продают только кепки и шапки и все в таком духе улица за ровшон и qr-код прикручены посмотрите какие тут интересные конструкции ограждающие такие типа гранаты между ними цепи аттракционы все еще пытаются работать по крайней мере потребляют энергии но таки питал банк они этот нифига не капитал банк следующий кольцо катал банк он кстати 2 юрты которые встретил узбекистане тут продают национальную одежду и вот он банк клиентом которого я являюсь так что всем пока я пошел за баблом это конечно прикольно еще одни новинные новости сутки можно снять не больше 500 баксов это конечно фиаско и должен быть она это потому что я не гражданин республики узбекистан во первых во вторых должен быть обязательно чек о том что я действительно получил деньги из кассы и и это все на фоне того что какие-то крупные покупки и аренда зачастую оплачиваются в баксах это конечно полнейшая фиаско банковской системы а ну и попробовал свою карту повтыкать в банкомат и просто посмотрите какая будет комиссия к 1 или 0 1 процент и ни один из банкоматов этого банка не принял мою карту говорит не читается вот такие пироги надеюсь банки которые попали россии под санкции или там еще под какие-то проблемы есть рано или поздно начнут здесь открываться и унесут все ништяки привычных мне банков для разбаванных клиентов такие пироги здесь какие все уже оставила